Привет! Вы на канале Airsoft Rus, а данный новостной выпуск – последний в уходящем году. Поэтому мы решили полностью посвятить его тем новинкам, которые поступят в наш магазин в 2021 году. А начнём мы с анонсов от компании Цима. В новом году к нам поступят новые АК из линейки Sport. Данная серия выглядит как многим уже знакомые калаши в модном обвесе от МакПул, но с корпусами из лёгкого нейлонового волокна. Модельный ряд АК с корпусом из металла также пополнится новыми приводами. Например, АК-105 и АКМ с совьём МакПул Мое. Для любителей М-серии ожидается поступление вьетнамских версий R15 и XM177E2 с ресивером без респланки и встроенной рукояткой для переноса. Линейка пистолет-пулемётов МП-5 пополнится сразу несколькими моделями, в том числе и укороченным вариантом Курц в различном исполнении. И последняя новинка от Цимы, ожидаемая нами в новом году, это, конечно же, копия легендарной винтовки снайперской специальной, или просто винторез. Винторез будет в металлическом корпусе и по весьма привлекательной цене. А теперь давайте перейдём к анонсам от компании East Crane. В следующем году до нас дают привода серии HK416 с различными вариантами цевья и расцветки корпуса. Помимо модных версий с цевьями Гизель и Ремингтон, в продажу поступят и классические версии ХК 416 и М27 с квадрейлом, но в песочной современной расцветке. Кроме 416-х, East Crane также порадует нас и новенькими R15 в интересном обвесе. Самые выделяющиеся среди них — это R15 URGI, копирующая современный армейский вариант карабина М4 с цевьём и рукоятью взвода от Гизель, пламегасителем от Surfire и песочной фурнитурой. Вторая модель имеет название John Wick TTR TR-1 и, как несложно догадаться, копирует карабин TR-1 от Tarant Tactical Innovations, засветившийся в фильмах о похождениях Джона Уика. Из краткоствольного оружия от East Crane ожидается автоматический Glock 18 в чёрном цвете и классическая HiCapa 5.1. Закончим с East Crane и перейдём к новинкам от RS. В новом году мы ожидаем поступления ручного гранатомёта GL-06, который является копией однозарядного ручного гранатомёта GL-06 от компании Bruegger & Tomit. Гранатомёт выполнен в форм-факторе Standalone, имеет складной приклад и планки для установки прицелов и другого навесного оборудования. В магазине GL-06 появится в чёрной и песочных расцветках. Серию G36 также ожидает пополнения в виде винтовки SL-10T и автоматов с современным обвесом IDZ, новыми кеймо-цевыми, низкими планками под прицел и регулируемыми прикладами. Кроме самих автоматов к нам поступит предназначенный для G36 серии подствольный гранатомёт AG36. Для любителей CQB перестрелок к нам приедет новая серия автоматов M45S. Данная линейка приводов представляет собой вариант карабина R15 под тонкие пистолетные магазины. M45S поступит в двух модификациях, отличающихся длиной ствола и цевья, а также типом приклада. Обе модели имеют корпус из нейлона, двусторонний переводчик огня и два механических магазина в базовой комплектации на 60 и 120 шаров. Как длинную, так и короткую версию можно будет приобрести в чёрном и песочном цвете. Движемся дальше. От фирмы Arcturus приедет несколько новых карабинов R15. M4 URGI MK16, с цевьём Gizel MK16, а также автоматы серии ULR PDV. Компания King Arms порадует нас ручным гранатомётом M79 в двух вариантах исполнения. Полноценная длинная версия с прикладом и, так любимый многими, короткий вариант в виде мушкетона. Помимо гранатомётов, от компании King Arms поступит новый компактный привод R15 типа под названием PDV CBR. CBR имеет корпус из нейлона, короткое рис-цевьё и прикладно-металлических направляющих. Вес снаряжённого автомата составляет 2 кг. Малый вес с компактными габаритами делает его отличным решением для CQB-полигонов. Давайте немного отвлечёмся от приводов и я расскажу вам про трассерные насадки, которые поступят в наш магазин в новом году. От компании A-Stage приедут новые модели Brighter C и Predator MK2. Про них мы подробно рассказывали в предыдущем новостном выпуске, посмотреть его можно по ссылочке в описании к данному видео. Brighter C – это насадка на ствол в виде ДТК с классом влагозащиты IP64, а Predator MK2 выполнен в виде комплекта из ДТК и быстросъёмного глушителя, уже в который вставлен трассерный модуль подсветки. Более бюджетные версии трассеров поступят от компании VU Sport. И кроме классических трассерных насадок различных форм и расцветок, ожидается вариант насадки с имитацией дульной вспышки, выполненной в виде популярного пламягостителя – навески KX-3. С трассерами разобрались, движемся дальше. От компании VE ожидается большое поступление различных газовых пистолетов. Приедут всевозможные модели Глоков, Вальтеров, Кольтов, а также различные их модификации. Например, монструозная хайкапа T-Rex Custom. А вот самые интересные анонсы мы решили оставить напоследок. В следующем году мы ожидаем поступление долгожданного PE-GRACH от компании Raptor, а также нового газового карабина MK18MOD1 от Tokyo Marui. Вот и подошёл к концу наш новостной выпуск. Я и весь коллектив Airsoft Rus от души поздравляем вас с наступающим Новым Годом. Пусть неудачи 2020 года останутся позади и уступят место ярким и радостным моментом 2021 года. Но если что, 2020 год не прошёл даром и мы с вами готовы ко всему. Побеждайте, воплощайте задуманное, принимайте смелые решения и добивайтесь во всем успеха. Чтобы шар летел, привод не гнулся, а противник сознавался. Ура, товарищи! Увидимся в следующем году!